В турнире памяти Филиппа Безрукова участвуют шесть команд. Соревнования проходят на поле 52-й школы, которая носит имя героя. В футбольном поединке состязались старшеклассники и выпускники сельских школ. Некоторые из них Филиппа Безрукова знали лично. Я еще у него учился в школе, он преподавал нам географию. Хороший был учитель, справедливый. Гонял нас за дело. Указка у него всегда была такая длинненькая, метра полтора, доставал хорошо. Он был хорошим учителем, воевал против немцев. Биографию Филиппа Безрукова лучше всех знает его сын. Вы знаете, отец для меня не просто пример. Это образец жизни, образец поведения, образец общения с людьми. Филипп Демьянович родился в 1915 году в селе Николаевка Брянской области. С 16 лет он работает учителем начальных классов. Когда началась война, идет военкомат. Но его, как учителя, на фронт брать не хотят. Предлагают ждать. В июле 42-го Филипп Безруков уходит к партизанам. После попадает в отдельную мотострелковую бригаду особого назначения. Идя на задание, каждый из воинов этой группы имел вещмешок, в котором было 15 килограмм тола, имел автомат, две гранаты, пистолет, запасной диск к автомату, ППШ автомату. И вот за день они выходили на задание где-то в 6-7 часов вечера и приходили на место 12 часов дня. Это 90 километров. В 1944 году Филипп Демьянович возглавляет диверсионную группу из пяти человек. За полгода работы они взорвали 17 эшелонов противника и бронепоезд. За это Филиппа Безрукова представили к званию Героя Советского Союза. Но его получил другой командир. Безрукова вручили орден Ленина. После войны Филипп Демьянович переезжает с семьей в Крым. В конце 40-х годов его назначают директором школы в селе Верхнесадовое. Мы подходим к месту, где находилась школа, через которую прошло несколько поколений. Школа была принята в эксплуатацию в 1952 году. Строилась под руководством моего отца, Безрукова Филиппа Демьяновича. И, в общем-то, здесь прошло мое детство. Здание школы в 70-х годах было разрушено. Рядом построили новое. Филипп Безруков преподавал географию, историю, астрономию. Каждую неделю ездил со школьниками в походы. Он воспитывал в них терпение и выносливость, которые спасли его в годы войны. Участники футбольного турнира знают, что именно нужно для победы. Нужно стараться, нужно терпение, нужна слаженность в игре, слаженность команды, упорные тренировки регулярные. Тренируемся в неделю, можем по три раза. Упорные тренировки можем по три, по четыре часа. Результаты очень хорошие дают. Во-первых, иносливость лучше будет, внимание, ну и слава, может быть. Турнир по футболу памяти учителя Филиппа Безрукова в селе Верхнесадовое планируют проводить каждый год. Анастасия Вакарчук, Надежда Шувалова, Севин Формбера.